Мы уже говорили о том, что цены на коммунальные услуги в 2021 году вырастут с 1 июля. Утвержден индекс оплаты коммунальных услуг по республике в среднем 3,4%. При этом сохраняются льготы для нескольких категорий граждан. Размер платежа зависит от набора коммунальных услуг и формируется из двух составляющих – объема потребления коммунальной услуги и тарифа на соответствующую услугу. Растут цены, растет и количество нуждающихся в субсидии, предоставляемой государству. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Также ежемесячная денежная компенсация на оплату жуков федеральным годникам – это инвалиды войны, участники ВОВ и их члены семьи, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, пострадавшие от радиации, члены семьи погибших, умерших военнослужащих. Из-за пандемии в этом году перерасчет делался без предоставления документов, если человек уже пользовался поддержкой. Хотя по закону обновлять их необходимо каждые полгода. Для определения права на получение субсидий впервые документы все же нужны. Необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. По итогам 11 месяцев 2020 года компенсации субсидий получили более 300 тысяч жителей республики на сумму около полтора миллиарда рублей.